Беседа 75, стр. 497 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст Вам другого Утешителя, да пребудет с Вами вовек Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А Вы знаете Его, ибо Он с Вами пребывает и в Вас будет. Евангелие от Иоанна, 14, 15, 17 Везде нужны нам дела, а не уверение на словах, потому что говорить и обещать всякому легко, а сделать не так легко. К чему я это сказал? Потому что теперь много людей, которые говорят, что они боятся Бога и любят Его, а делами показывают противное. Но Бог требует любви, являемой в делах, потому-то и ученикам говорит, «Если любите Меня, соблюдете заповеди Мои». Так как Он сказал, «И если чего попросите, Я сделаю», то чтобы не подумали они, что довольно только просить, Он присовокупил, «Если любите Меня, то есть в этом случае сотворю». А как ученик услышал, что Я к Отцу иду, естественно, пришли ученики в смущение, то Он говорит, что любовь состоит не в этом, не в настоящем смущении, а в повиновении словам Его. Я дал вам заповедь, чтобы вы любили друг друга, чтобы вы так же поступали друг с другом, как Я поступал с вами. Любовь тому состоит, чтобы исполнять это и подражать тому, кого любим. И умолю Отца, и даст вам иного утешителя. Опять речь приспособительная. Так как ученики еще не знали Его, и потому, естественно, сильно желали быть вместе с Ним, слышать Его речи, видеть Его во плоти, и ни в чем не находили для себя утешения, скорбя о Его отшествии. То, что Он говорит, «Умолю Отца, и даст вам иного утешителя». То есть иного, такого же, как Я. Да постыдятся же и зараженные недугом Савелия, имеющие ненадлежащее понятие, дуще святом. В этом изречении-то особенно и удивительно, что оно одним ударом не спровергает совершенно противоположные ереси. Сказав «иного», указывает на различие Его ипостаси, а сказав «утешителя» на единство существа. Почему же Он говорит, «Умолю Отца?» Потому что если бы сказал «Я пошлю», то не столько бы поверили, а теперь Он заботился о том, чтобы Ему веровали. Впоследствии Он высказывает, что Сам посылает Его, говоря «примейте Духа Святого», а здесь говорит «умолю Отца, чтобы сделать для них Слово достоверным». Ведь Иоанн говорит о нем, что Он, и от полноты Его приняли все мы, Иоанн 1.16. Также, как же он может принимать от другого то, что Сам имеет? И опять, «Тот крестит Духом Святым и огнем» Лука 3.16. Какой же он имел бы преимущество перед апостолами, если бы должен был умолять Отца, чтобы даровать Духа другим, между тем, как апостолы часто делали это, как видно, и без молитвы. Если Дух Святой по молитве посылается от Отца, то каким же образом Он сам с собой не сходит? И как может от другого быть посылаем тот, кто везде сущ, кто сам по себе разделяет дарование, каждому как хочет, и говорит со властью, «Отделите мне Варнау и Саула». Деяние 13.2. Хотя Богу служили эти служители, однако же Он со властью призвал их на свое собственное дело, не потому, чтобы дело, на которое призвал их, было иное, но для того, чтобы показать свою власть. Итак, что же, скажешь, значит, умолю Отца, показывается время пришествия Духа Святого. Когда Он очистил их жертвой, тогда и снизошел в Дух Святой. А почему Он не пришел в то время, когда Христос был с ними? Потому что не была еще принесена жертва. Когда уже и грех был истреблен, и апостолы, получив повеление и киноопасности, готовились к борьбе, тогда надлежало прийти тому, кто укрепляет на подвиге. Для чего же Дух приходит не тот час по воскресенье? Для того, чтобы апостолы сильнее возжелали Его и приняли с большей любовью. Да коли был с ними Христос, они не были в скорби. Когда же Он отошел, они, лишившись Его, находились в великом страхе и, естественно, должны были принять Духа Святого с великим усердием. Да будет с вами. Это значит, что и по смерти не отойдет. А чтобы они, услышав об утешителе, не предположили другого, нового воплощения и не надеялись увидеть Его очами, Христос, отклоняя их от этого, говорит, которого мир принять не может, ибо не видел Его. Он не так будет с вами, как Я, но будет обитать в самых душах ваших. Это и значит, в вас будет. А называя Его Духом Истины, Он тем указывает на образы, бывшие в Ветхом Завете. Да будет с вами. Что значит, да будет с вами? То же, что Он о себе говорил. И я с вами. Матфея 28, 20. Сверх того, Он намекает и на нечто другое, именно, не претерпит того, что Я претерпел и не отойдет, которого мир не может принять, ибо не видит Его. А разве другой, кто, скажи мне, может видеть Его? Нет. Он говорит здесь о познании, почему и присовокупляет, и не знает Его. Он обыкновенно зрением называет и точное познание. Так как зрение яснее других чувств, то им всегда и означает точное познание. А под миром Он, разумеет, здесь злых людей. Таким образом, Он утешает учеников тем, что даст им особенный дар. Смотри, как Он превознес этот дар. Сказал, что есть иной, такой же, как Я. Сказал Он, не оставит вас. Сказал, к вам одним придет, так же, как и Я. Сказал, вас будет. И однако ж, не смотри на все это, не уничтожил в них печали. Они хотели видеть Его, и чтобы Он был с ними. Потому-то, удовлетворяя их желания, Он говорит, не оставлю вас сиротами, приду к вам. 4.18. Не бойтесь, говорит, не потому Я сказал, пошлю иного утешителя, что Сам навсегда оставляю вас. Не потому, сказал, в вас будет, что Сам уже не увижу вас. Нет. Я и Сам приду к вам, не оставлю вас сиротами. Как в начале речи сказал, дети, так и здесь, говорит, не оставлю вас сиротами. 4.199. В начале Христос сказал, придете туда, куда Я иду. И в доме Отхама его обители много. А здесь, так как в то время было далеко, дает духа. Но так как ученики, не поняли значение слов его, недовольно ими утешились, то Он говорит, не оставлю вас сиротами, потому что этого они особенно и желали. А так как из речей не приду к вам, указывал на пришествие, то чтобы они не ожидали опять такого же точного пришествия, какое было прежде, смотри, как Он не сказал об этом ясно, дал однако же это понять. Сказавши, еще немного мне быть с вами, и мир не увидит меня, он превосокупил, а вы же увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. 5.19. Как бы так говорил, я приду к вам, но не так, как прежде, когда я каждый день непрестанно был с вами. А чтобы они не спросили, как же ты сказал, иудеям, а отныне не увидите меня. Он в разрешении этого возражения говорил к вам, одним, так же как и дух. Я живу, и вы будете жить. Крест не разлучит нас навсегда, но только на самое малое время скроет меня. А под жизнью он разумеет, как мне кажется, жизни только настоящую, но и будущую. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Сида сады. По отношению к Отцу это сказано о существе, а по отношению к ученикам о едином мыслии и помощи, неспосылаемой от Бога. Но как, спросишь, возможно допустить это? А как возможно допустить противное? Ведь между Христом и учениками расстояние великое и даже бесконечное. А что употреблены одни и те же слова, этому не удивляйся. Писание, говоря о Боге и людях, часто употребляет одни и те же слова, не в одинаковом смысле. Так и мы называемся и богами, и сынами божьими. Но эти названия имеют не одно и то же значение, когда прилагаются к нам и к Богу. Равно и сын называется образом, и славой, точно так же, как и мы. Но совершенно различные значения. И опять, вы же Христовы, Христос же Божий. 1 Коринфянам 3.23 Но Христос не в том же смысле Божий, как он мы Христовы. Итак, что же значит те слова? Когда я воскресну, тогда вы узнаете, что я не отделен от Отца, но имею ту же силу, и что я всегда пребываю с вами, так как в то время самые события будут возвещать о подаваемой вам от меня помощи. Враги будут укращены, вы получите дерзновение, опасности исчезнут, проповедь с каждым днем будет расцветать, и все уступят и покорятся Слову Благочестия. Как послал меня Отец, и я посылаю вас. Видишь ли, что и здесь одно и то же выражение имеет, не одну и ту же силу. Если мы примем его в одном значении, апостолы ничем не будут отличаться от Христа, почему же он сказал, тогда уразумеете, потому что тогда они увидели его воскрешен и пребывающим с ними, и тогда же познали истинную веру, так как велика была сила духа, который научал их всему. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Си 21. Значит, недовольно только иметь, но нам нужно еще тщательно соблюдать. Но для чего? Он много раз говорил им одно и то же. Именно, если любите меня, то соблюдете мои заповеди. Стих 15. И имеющие заповеди мои, соблюдающие их. Стих 25. И еще, если кто услышит слово моё и соблюдет его, тот есть любящий меня. А кто не слушает слов моих, тот не любит меня. Стих 23-24. Я думаю, он этим намекает на их скорбь. Кто любит меня, тот соблюдает слово моё. Так как он уже много любомудрствовал с ними о смерти, например, ненавидящий душу свою милисием, в жизни вечную сохранит ее. Яна 12-25. И кто не принимает креста своего, идет след меня, не достоин меня. Матфея 10-38. А при том намеревался сказать им еще и больше этого, то теперь укоряя их, говорит, вы думаете, что ваша скорбь происходит из любви, но любви свойственно было бы не скорбеть. Это именно он хотел доказать всем тем, что говорил, и потому-то далее этим и заключил свою речь. Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к отцу, ибо отец мой более меня. Значит, вы теперь скорбите от страха, а страшиться смерти не свойственно тем, которые помнят мои заповеди. Вам следовало бы распять себя, если бы вы истинно любили меня, потому что мое слово внушало вам не приходить в страх от убивающих тела. Таких-то и отец любит, и я, и влюсь им сам. Тогда Анисием Стих 22 Страница 501 Видишь, как душа их была стеснена страхом. Юда смутился, встревожился и подумал, что они увидят и его так же, как мы видим мертвых во сне. Итак, чтобы отклонить их от такого мнения, послушай, что он говорит. Кто любит меня, тот соблюдает слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Си 23 Как бы так говорит. Как сам отец является, так и я. И не этим только уничтожил их несправедливое мнение, но и словами обитель у него сотворим. Это уже не сновидение. Но ты обрати внимание на ученика. Он и смущается и не смеет ясно сказать того, что хочет сказать. Он не сказал горе нам, ты умираешь и хочешь явиться нам, как мертвые. Нет, не сказал так, а сказал, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру. На это Христос говорит, вас я особенно люблю, потому что вы соблюдаете мои заповеди. Наперед говорит им о своем явлении для того, чтобы они, когда увидят его впоследствии, не сошли за призрак. А чтобы они не думали, что он явится им так, как я сказал, он высказывает и причину, то есть соблюдение его заповедей говорит, что таким же образом явится и дух. Если же они после того, как столько времени жили с ним, не могли еще вынести такого явления его существа, и даже не понимали его, то что было бы с ними, если бы он так явился им с самого начала? Потому он и вкушал с ними пищу, чтобы они не сошли явление его за призрак. Если они подумали так в то время, как увидели его ходящим по водам, несмотря на то, что он явился в том же самом виде, и незадолго перед тем разлучился с ними, то чего бы не подумали они, если бы вдруг увидели его воскресшим, между тем, как прежде видели, как он был взят и как, чтобы они не сошли его явление за призрак. Сие сказал я вам, находясь с вами, не любящий слово мое, меня не соблюдает слов моих, слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня отца. Значит, кто не слушает этих слов, тот не меня только не любит, но и отца. Если доказательством любви служит повиновение заповедям, о заповеди от отца, то очевидно, кто повинуется им, тот уже любит не сына только, но и отца. Каким же образом и твое, и не твое слово? Это значит, что я не говорю ничего без отца, и не говорю всего своего отличного от того, что угодно ему. Все сказал я вам, находясь с вами. Так как все это было не ясно, и они иного не понимали, а во многом и сомневались, то чтобы опять не пришли в смущение и не стали спрашивать какие заповеди. Избавил их от всякого беспокойства, сказав утешитель же дух святой, которого пошлет отец своими мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Си 26. Может быть не ясно то, что я теперь сказал вам, но это изъяснит вам тот учитель, а словами в вас пребывает, намекает на свое отшествие. Затем, чтобы они не печалились, говорит, что пока он будет оставаться с ними и пока не придет дух, они не в состоянии будут уразуметь ничего великого и высокого. Это он говорит с тем, чтобы приготовить их к мужественному перенесению и его отшествия, так как оно будет для них источником великих благ. А беспрестанно упоминает об утешителе, потому, что они тогда были одержимы скорбью. Но так как и после этих слов они приходили в смущение при мысли о скорбях, о борьбе, о его отшествии, то смотри, как он опять утешает их, говоря, мир оставляю вам. Как бы так говорит, какой вам будет вред от смятения мира, когда вы будете иметь мир со мною? Этот мир не такой, как обыкновенно. Внешний мир часто бывает и вреден, и бесплоден, и бесполезен для тех, которые имеют его. А я даю такой мир, по которому вы будете жить в мире между собою, а это сделает вас особенно сильными. А так как он опять сказал оставляю, что указывало на его отшествие, и могло привести смущение, то опять же и говорит, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Видишь ли, что они смущались частью от любви, а частью от страха. Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к отцу, ибо отец мой более меня. Какое же это могло принять им радость и какое утешение? Что значит эти слова? 502 Апостолы еще ничего не знали о воскресении и даже не имели надлежащего понятия о Христе. Возможно ли в самом деле, чтобы они имели это понятие, когда даже не знали, что он воскреснет? Но отца они признавали великим. Поэтому Христос и говорит, если вы страшитесь за меня, как будто я не в состоянии защитить себя, и не надеетесь, что после креста я опять увижу вас, то все же как что я сказал вам? Для чего это сказал? Я так далек от страха, говорит этим Христос, так уверен в событиях, что даже предсказал их, и это, и что будет после. И вот я сказал вам о том, прежде же сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется, что это я. Как бы так говорил? Вы не знали бы, если бы я не сказал, а я не сказал бы, если бы не был вполне уверен. Видишь ли, что те слова были сказаны приспособительно. Так и тогда, когда он говорил, не думаете ли, что я не могу молить отца, чтобы он представил двенадцать легионов ангелов, Матфея 26, 53, говорит приспособительно к мнению слушателей. Конечно, никто и даже крайне неистовый не скажет, что не мог помочь сам себе, а имел нужду в ангелах. О нем думали как о человеке, поэтому он и говорил двенадцать легионов ангелов. А между тем, он только спросил пришедших взять его и отбросил их назад. Если же кто назовет отцом отца большим в том отношении, что он виновник сына, то я не буду этому противоречить. Но это отнюдь не значит, чтобы сын был иного существа. Слова его значат вот что. Да коли я здесь, вам естественно думать, что находимся в опасности. Если же я отойду туда, верьте, что вне опасности, потому что никто не может одолеть его. Все же это он говорил приспособительно к немощи учеников. Сам я говорит вполне спокоен и не заботюсь о смерти, потому что я сказал и сказал вам об этом, то я и заимствую для вас утешение от Отца, которое вы признаете великим. Утешившись таким образом, он опять говорит о предметах печальных. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Говоря о князе мира, разумеет дьявола и злых людей, потому что дьявол владычествует не над небом и землею, иначе он бы все извратил и не спроверг, но Господ стоит над теми, которые сами предаются ему. Поэтому Писание называет его и князем тьмы века сего, разумеет опять и здесь под тьмой злые дела. Что же, значит дьявол умертвит тебя? Нет, он не имеет во мне ничего. Почему же умертвит тебя? Потому что я так хочу, и да познает мир, что я люблю отца. Я, говорит, не подвластен смерти и не подлежу ей, но переношу ее из любви к отцу. А это говорит для того, чтобы снова ободрить учеников и показать им, что он не против воли, но добровольно идет на смерть, и что он презирает дьявола. В самом деле, он не ограничился тем, что сказал, еще на малое время я с вами, но часто повторяет эти печальные слова, а чтобы сделать их удобоприемлемыми, он справедливо примешивает к ним и слова радостные, потому что он иногда и говорит «иду и приду», так же «и где я, там и вы будете», и еще «не можете ныне идти за мною, а после придете», так же «к отцу иду», и «отец мой более меня», и «прежде нежели сбылось, я сказал вам еще «я не по необходимости терплю это, а по любви к отцу», чем внушает ученикам, что его смерть не пагубна и не вредна, как скоро соизволяет на нее и сильно любящий его, и сам любимый им». И так примешивая с этой целью слова радостные, он часто говорил о предметах печальных, что приучить к тому же их ум, ведь и словами «в вас будет» и лучше для вас, что «я иду». Иоанн 16,7 Он также их утешал, для того он наперед весьма много и сказал о духе, как-то «в вас» Он и мир не может принять, и Он напомнит все, и Он Дух истины, Дух Святый, Утешитель, и лучше вам, чтобы они не скорбели, как будто уже у них не было никакого заступника и помощника, а словами лучше для вас показывать, что Дух Святой соделает их духовными. 504 И мы видим, что это действительно сбылось. Робкие и боязливые по принятии духа устремились в среду опасности и безбоязненно пошли и на железо, и в огонь, и на зверей, и в пучину морскую, и на всякое мучение. Некнижные и простые они говорили с таким дерзновением, что поражали слушателей. И скудельных, глиняных, дух соделых железными, окрылил их и не допустил спать ни в какую слабость человеческую. Такова-то благодать духа. Она, если находит печаль, уничтожает ее, если злое вожделение, испребляет, если страш, изгоняет. И кто расподобился ее, того не допускает уже быть человеком, но как бы переселиться на самое небо, располагает помышлять только о том, что на небе. Потому-то ни один из всех верующих ничего не считал в имении своим, но непрестанно пребывали в молитвах, в радости и простоте сердца. Деяние 4.32-2.42 Этого преимущественно и требует Дух Святый. Вот духовный Духа есть радость, мир, вера, кротость. Галатам 5.22 Однако, скажешь, часто печалятся и люди, исполненные Духа. Но это печаль сладостной радости. Печалился и Каин на печаль мирскую, печалился и Павел на печаль по Боге. Все духовное приносит величайшую пользу, равно как и все мирское крайний вред. Прежде чем же к себе через исполнение заповедей необоримую помощь Духа, и мы будем ничем не меньше ангелов. Ведь они не потому таковы, что бесплотны, иначе никто из бесплотных не был бы злым, но везде причиной всему свободное произволение. Потому то и между бесплотными нашлись такие, которые хуже людей и даже бессловесных, и между облегченными плотью такие, которые лучше бесплотных. Так все жили на земле и имели тело, а однако совершили великие дела. На земле они жили как пришельцы и странники, а на небе как граждане. Не говори же и ты, я облегчен плоти, не могу одолеть ее, не могу взять на себя трудов добродетели. Не обвиняй Создателя, ведь если от того, что мы носим плоть, добродетель становится для нас невозможной, то мы уже невиновны. Но что она не делается от того невозможной, это доказывает лишь святых. Так плотское естество не воспрепятствовало ни Павлу быть таким, каким он был, ни Петру получить, ключи неба, и инох, будучи во плоти. Ходил перед Богом, и не стало его, евреям 11.5. Равно Илья восхищен был с плотью, и Авраам с Исааком и Яковом просияли, будучи облечены плотью. Вот же Иосиф устоял против той распутной жены. И что я говорю о плоти? Хотя бы ты возложил на плоть и оковы, и тогда не было бы никакого вреда. Хотя я и вузах, говорит Павел, но для Слова Божия нет уз. 2.5.2.9. И соедини еще темницу и заключение, и все это не будет препятствием для добродетели. Так именно учил Павел. Оковы для души не железо, а рабский страх, любостяжание и бесчисленные страсти. Вот что связывает. Хотя бы тело и было свободно. Но от тела скажешь рождается из страсти. Это пустое извинение и ничтожная отговорка. Если бы действительно от тела рождались эти страсти, то им были бы подвержены все. Как никому нельзя избежать усталости, сна, голода и жажды, потому что все это естественно. Так никто не избежал бы подчинения страстям, если бы они были таковы. Если же многие избегают их, то ясно, что такого рода недостатки рождаются от беспечности души. Итак, отсечем беспечность и не будем обвинять тело, а подчиним его душе, чтобы имея его в послушании достигнуть вечных благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.